добрый вечер дорогие подписчики сегодня мы будем готовить на ужин сердечки с грибами куриные сердечки естественно не человечья то вы сейчас подумаете блять сердечки с грибами и сыром короче в сметанно так сказать блять майонезном соусе для этого нам потребуются сами сердечки куриные грибы грибов кстати не жалейте потому что они сильно ужариваются вот сердечек один килограмм лук обязательно грибы жарьте с луком вот сыр твердый обязательно по трем потом сметана значит там по моему 30 процентов жирности вот будем использовать из таких приправ это сушеный чеснок немного не борщики и чесночный перец так сказать сегодня мы попробуем его тоже сильно не будем борщить ну соответственно соль по вкусу заранее говорю вот ну них конечно же чтоб готовочка шла ровно будем пить сегодня белая черниговская нефильтрованная пшеничная очень хорошее пиво несмотря на то что его разливают в пластиковые бутылки на сегодняшний день это большая редкость ну да ладно ребята сейчас начнем все это дело жарить ну собственно смотрите дальше и так ребята начинаем наше приготовление добавляем сюда подсолнечное маслечко сильно не борщите потому что у вас грибов будет вода выходить вот и от себя лично рекомендую добавить сюда сливочного масла потому что грибочки вообще эту тему любят хотя мы конечно будем добавляться на сметану потом но нужно сделать так слушайте пахана и все у вас будет нормально сейчас это все дело у нас под топится и мы с вами забрасываем сюда грибы и одновременно лук напоминаю вам для чего забрасывается лук ну во первых это будет вкусно а во вторых ну все-таки безопасность превыше всего потому что если грибы отравленные 80 процентов случаев луковица синеет почему 80 процентах а потому что были случаи как раз таки эти 20 нехороших когда луковица не синело и люди отправлялись наверх ладно не будем о грустном все сейчас это дело у нас протомиться чуть-чуть в общем то ну и протомилась начинаем засыпать грибы кстати грибы я всегда использую вешки шампиньоны не использую потому что но честно сказать они как по крайней мере в нашем регионе никакие стоят бешеных денег выхлопа с них ну ну блять короче пиздец не стоит вешки жирные не пугайтесь того что полная сковорода ими заполнена сейчас они все выжарятся вот слышите как зашипели вот такая тема сразу приготовим лук сейчас чуть чуть-чуть они подужарятся ну нет у меня такой блять ебучей сковороды добавляем масло ну и все ребята все это перемешиваем чуть-чуть подсаливаем и ждем следующего этапа собственно итак братва видите нас грибочки уже пустили сок как я вам говорил чуть-чуть подсаливаем уж они абсолютно пресные вот тоже не борщим потому что у нас еще будет нам процесс засол очки добавление всяких приправ я еще решил добавить путать совсем немного такую штуку как вкусная соль очень рекомендую но это будет когда вы уже жарить сердечки вы помните тоже можно высыпать тоже чуть-чуть совсем чуть-чуть борщи уже это не является основными градиентами вообще для этого блюда это чеснок перец и соль все остальное это уже на свое усмотрение короче такой у нас процесс идет обжар очки на самом деле занимает блять наверное практически самое продолжительное время вот это выпаривание теплоты и блять если мы варили суп но это вот конечно намного все полезнее скажем так потому что этот сок когда добавляешь суп он вообще-то такой насыщенный но это мы когда будем варить супчик грибной сыром я вам это все подробно покажу расскажу какой сыр нужно использовать ну ладно это же другая история ладно ребятки это за вас как прошлый раз я сказал бутылочки хаморников было мало все выпариваем и ждем следующих указаний и так ребята наступает ответственный момент с луком огонь делаем помедленней потому что грибы здесь могут у вас сгореть просто получится невкусно добавляем лучана спалетти кто знает напишите в комментариях кто этот человек я его прекрасно знаю благодаря ему я выиграл 5 литров его в 2010 году вот так мешаем это все дело да смотрите не накрывайте крышкой видите у меня вся вода испарилась потому что у меня не было накрыто но меня слава богу есть вытяжка и окно на кухне открывающийся вот так что смотрите внимательно воду убирать не надо потому что это все-таки грибной сок в общем хера я вас буду учить я думаю что в какой-то степени все вы кулинары и грибы когда-то готовили поэтому для вот теперь ребята обжариваем лук чтобы он но не не то что прозрачный было прямо до золотистой корочки но не спалите блин вот вам понятно да ну все и ждем следующего этапа собственно и так братва наши грибочки уже доходят огонь в конце мы немножко усиливаем чтобы у нас лук поджарился не был он вареным там пареным что все было сочетание но опять не забывайте что если вы будете медленно мешать или не часто то у вас просто лук сгорит и будет полный пиздец короче горькое блюдо можно засунуть задницу вот и все сейчас вот я заканчиваю это представление выключил огонь сейчас она чуть-чуть дойдет я этого выложу сейчас в отдельную тару и следующий заход мы будем жарить уже сами сердечки когда они там подойдут принципе курица быстро жарится сама по себе мы добавим куда же уже грибы это хуле вам рассказываю бля сейчас сами увидите и так ребята грибочки наши уже прожарились мы их выложили с луком и теперь смотрите я добавил сюда масло подсолнечное масло сливочное но уже она все расставила чтобы вам не ждать пока на протопиться вываливаем наши сердечки ох сколько курей за хуярили представляете чтоб вот вы наслаждались просто этим вкусом эх бедные птицы хотя на самом деле мне-то похуй пожрать-то главнее и все сейчас они начнут тушиться вариться блядь хуиться там я не знаю что там всякие дела делать и сейчас добавляем вкусную соль совсем чуть-чуть не надо борщик блядь ебанул ебанул так ебанул вот и сейчас добавляем паприки тоже но это чисто мое мнение все все остальное то есть сухой чеснок вот эта вся хуйня мы будем добавлять когда уже будем загружать сюда грибы они там тоже там буквально минуты три все это дело проделается да даже меньше наверное смешаем просто и будем добавлять сюда уже сметану и майонез собственно и тогда уже будем добавлять все это основное тема чтобы она просушилась понимаете протомилась ох смотрите как цвет сразу поменялся сердечек да потому что добавили сюда нас паприку паприку покупку использовал тунисскую не стал сюда использовать ну оно и незачем не то блюдо чтоб сюда тратить дорогие приправы собственно потому что в принципе это блюдо бюджетный вариант смотрите сердечки на жирные видимо куры страдали ожирением были поэтому прожариваем нормально сильный огонь делать не надо только вначале что прогрелась сковорода все ребята сейчас это доводим до совершенства так сказать ну и дальше потом будем смотреть итак ребята наши сердечки уже подходят так сказать завершающему этапу водичка уже испарилась и сейчас я буду добавлять как бы сметанку до нашего вот конечно же вы сейчас будете задавать ебанутый вопрос а как же грибы 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 грибами блять не пиздите мне тут блять папа знает что он делает блять и добавляем час майонез мистер рика на перепели на вне цене является рекламой так вот делаем мы все это дело сразу не борщим потому что лучше добавить потом по слышите как зашипела то по другому то а теперь берем ложку нашу со сметаны а хотя нахуй нам ложка можем вывалить и так вот они наши грибошки вывалились да и сейчас все это дело мы с вами начнем блять совковская у меня тарелка слышите да не китайский фарфор явно зато надежность служит уже очень много лет так теперь все это добро мы размешиваем от сердечки уже пах блять грибы вылетели вернемся с их обратно на базу начали уже по чуть-чуть перелипать это говорит о том что большой огонь его мы немножко убавляем так размешиваем и смотрим вообще по массе что у нас собственно получается да вот тут уже что-то блять похоже на подгорелое но я надеюсь что ничего мы не передержали вот вот она масса представляете как это будет все вкусно и вот теперь наступает момент ответственный мы добавляем чуть-чуть нашего чесночного перца совсем немного надо сыпать не будем так ну и в принципе все сейчас это все дело у нас будет томиться последняя фаза которая у нас будет так сказать скажем привет последняя последняя то уже когда готовое блюдо вам покажем украсим зеленью у нас остался сыр твердый тертый вот все сейчас это все дело у нас про томится ну и все когда будете готовить не забывайте пробовать на соль может кому-то больше перца опять же на любителя и тут нет какой-то определенной панацеи каждый делает под себя впрочем как и во всех моих блюдах я никому ничего там жестко не рекомендую кроме канала перчик где хаваю бич пакеты и там я вам рассказываю что можно есть а что нельзя есть в общем ребята подписывайтесь на оба мои канала продолжаем готовить ребята наступает завершающий этап как я вам обещал партон забыл включить освещение добавляем зелень половину примерно того что я нарезал потому что зелень уберет всю ненужную соль если вы вдруг чуть-чуть там где-то пересолили не совсем что вы наебашили что она соленая как рапа блять что там пиздец у кого вернуть ведро ну вот так чуть-чуть и она плюс пустит сок будет очень вкусно сейчас мы это все дело размешиваем и у нас остался только наш чудесный твердый сыр голландский как на было написано по-моему ну какой нафиг голландский для этого производят день в какой-нибудь сальский или зернограде леха не узнает вот размешали часто все дерьмище продавится так и теперь завершающая фаза добавляем наш сырок вот о прям так поверх высыпаем напоминаю что этот сыр он не остается сверху мы должны размешать чтобы каждая деталь нашего блюда была плавлена сыром звучит блять как сука из терминатора ёб твою мать до 1000 пришел и тут сыр нам блять выдавил он сыр обычный блять через терочку не надо ничего там изобретать велосипед дело видео он сразу потянулся так такое двое на самом деле как многие женщины говорят то ебать это хуйня а когда начинает хавать эту тему жирают всю сковороду собственно блять и тебе нихуя не достается собственно такое женское население я думаю что вот так это все дело происходит сыр уже расплавился потому что тянется за лопаткой сейчас буквально ребята не буду я прерывать это видео на самом деле потому что оно сейчас все расплавится ваше здоровье ребята белая пшеничная черниговская все-таки украина нам братья о чем не говорили я считаю что вся эта херня году в 2014 году неправильная ну дело каждого все ребята теперь завершающий этап засыпаем все зеленью то что у нас осталось она сейчас пустит сок и будет у нас чудеснейшее блюдо вот все высыпаем до последнего укропчика до последней петрушечки я конечно добавил сюда еще кинзы на самом деле ну в завершающем этапе не мешает ну так как моя любимая жена есть этого она же ассистентка системе на втором моем канале мальчик но смотрел знает ну и все ребята сейчас на это дело все выключаем вот и для того чтобы наши так сказать зеленые ребята протомились накрываем крышечкой такой невзрачной совковской зато надежный все ребята всем приятного аппетита кому понравилось подписывайтесь пишите свои комментарии до скорых встреч